Александра Васильевна Жуковская, фрейлина, любовница и предположительно марганатическая супруга великого князя Алексея Александровича, четвертого сына императора Александра II и императрицы Марии Александровны, мать его единственного сына Алексея Алексеевича Белевского-Жуковского. Ее отец Василий Андреевич Жуковский был воспитателем наследника цесаревича Александра, будущего императора Александра II. В 1841 году в связи с совершеннолетием наследника Жуковский ушел в отставку. В этом же году в Дюссельдорфе состоялось бракосочетание 58-летнего поэта с 20-летней Евграфовной Рейтерн, дочерью его давнишнего приятеля, живописца Евграфа Рейтерна. Она родила ему двоих детей. Александра родилась в Дюссельдорфе, в Пруссии, 11 ноября 1842 года. Жуковский жил в Германии последние 12 лет своей жизни в окружении семьи. Для дочери Александра и ее брата Павла он написал цикл стихотворения, посвященные Павлу Васильевичу и Александре Васильевне Жуковским, с помощью которых его маленькие дети, рожденные в Германии, осваивали русский язык. После смерти родителей Александра Жуковская была назначена фрейлиной двора. Императрица Мария Александровна любила ее и приближала к себе. По словам современницы в свете, тогда блистали две звезды, две фрейлины. Княжна Мария Мещерская, первая любовь Александра Третьего и Александра Жуковская. Последняя не была особенно хороша собой, кроме очень красивых серых глаз, которым она придавала иногда вдумчивое и мечтательное выражение. Были у нее и великолепные белокурые волосы и свежий цвет лица. Черты же ее были скорее крупные. Род с выдающимися вперед белыми зубами. Туалеты ее были превосходны по вкусу и роскоши. И она умела исправлять массой тюля и длинными буклями не совсем правильную линию своего стана. Она была умна, образована, особенно сведущая в немецкой литературе, которую очень любила. Умела применяться ко всякого рода собеседникам и пользовалась большим успехом у мужчин, не стесняясь никакой темы разговоров. Мещерская и Жуковская были очень дружны между собой. Молодые и великие князьяни оставались равнодушными к их чарам. И на всех балах много с ними танцевали. Жуковская способствовала роману цесаревича Александра, будущего императора Александра III и Марии Мещерской. Как пишет мемуарист Шереметьев, ничего не было общего между нею и княжною Мещерскую. Очень заявила она себя вовлечь в свои сети добродушных простецов. Она попробовала свои силы на Литвинове, потом на князе Борятинском. И окончательно остановилась на великом князе Алексея Александровича. Роман ее известен, и она должна была покинуть двор. Когда великий князь, желая исполнить долг порядочного человека, хотел на ней жениться, родители это не позволили. В возрасте 20 лет великий князь Алексея Александровича, четвертый сын Александра II, по общепринятому мнению, тайно женился на Жуковской. Нет точных сведений, когда и где, по одним сведениям в Италии, по другим, 9 или 21 сентября 1868 года в Русской Православной Церкви в Женеве. Но брак был не одобрен императором и расторгнут синодом, так как Александра была ему неровней. По другим сведениям, отношения между Александрой Васильевной и великим князем остались лишь в небрачной связи, хотя в письмах он называл ее женой. В момент начала романа ему было 19, а ей 27 лет. В воспоминаниях Литковой и Султановой, история, о которой в свое время говорил весь Петербург, записана со слов Павла Жуковского и содержит интересную деталь. Узнав, что сестра беременна, он явился к великому князю, потребовал дуэли. А когда Александр II запретил сыну принять вызов, Жуковский открыто протестовал против решения императора. Великий князь хотел жениться, но Александр II не разрешил и отправил его на два года в кругосветное плавание. Жуковскую выслали за границу, вслед за ней уехал ее брат. В Государственном архиве РФ сохранился дневник собрания писем великого князя, которые он вел в разлуке. Вспомнил я твою маленькую комнату, где мы, бывало, так часто сидели, и стало мне опять тяжело одному, и захотелось во что бы то ни стало написать тебе, но потом я вспомнил, что это невозможно, и я скучный и печальный пошел спать, но долго не мог заснуть, и хотел я тебя видеть, с тобой забыть весь мир, тебя одну хочу я, и отняли тебя у меня, и приклинал я всех людей, и всех, всех на свете. 20 августа 1871 года Алексея Александровича отправили в кругосветное плавание, а 26 ноября того же года Александра родила в Зальцбурге сына от великого князя, названного в честь отца Алексеем. За это время Жуковская была подвергнута сильному давлению со стороны императорской фамилии, и отношения были прерваны по ее инициативе. 24 марта 1875 года мальчик вместе с матерью получил в республике Сан-Марина баронский титул и фамилию Серджиана, так как Алексей Александрович приобрел для нее имение в Италии с правом на титул баронессы Серджиана. Из высочайшего соизволения образовал из собственных средств особый неприкосновенный капитал в 100 тысяч рублей с серебром для сына. 21 марта 1884 года по просьбе Павла Васильевича, брата Александра, обратившегося к новому императору Александру Третьему, 13-летнему мальчику были пожалованы титул и фамилия графа Белевского. Белевский уезд Тульской губернии был родиной его деда, Василия Жуковского. 14 января 1913 года ему было разрешено присоединить фамилию Жуковских. Титул графа Белевского-Жуковского передавался только по мужской линии. Потомки женского пола были графинями Белевскими. 14 декабря 1875 года 33-летняя Александра Васильевна вышла замуж до саксонского полковника, барона-крестиана Генриха фон Вермана, российского подданного и владелица имения Вендежбора. В связи с замужеством Александра получила вексель на крупную сумму, а позднее Александр Третий назначил ей пожизненную пенсию. Распорядителем которой был назначен великий князь Алексей Александрович. Великий князь же больше не женился и вел жизнь Бонвивана, полную амурных похождений. Поскольку он был флотским командиром, о нем даже говорили, что его жизнь состояла из вертких дам и неповоротливых кораблей. Упоминается портрет Александры, написанный ее братом. Александра Васильевна скончалась 14 сентября 1899 года в возрасте 56 лет от апоплексического удара. Похоронена на русском кладбище в Баден-Бадене, где первоначально был похоронен ее отец. Над могилой ее брат воздвиг прекрасный памятник. Потомки Александра Жуковской жилы и по сей день и проживают во Франции и США. Продолжение следует...